ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А также осуществляет надзорную деятельность за частными охранными предприятиями. О работе инспекторов мы сегодня поговорим с начальником Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Хакасии Андреем Корнеевым. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, расскажите немного об истории лицензионно-разрешительной работы. Как за полвека менялись и, может быть, усложнялись ваши задачи? Сказать полвека – это сказать ничего. То есть фактически работа по контролю за оборотом оружия, она началась в XIV веке, то есть с момента создания первого огнестрельного оружия. Выдавались и предписания, указы какие-то создавались, но это было, может быть, не остро и не актуально. И вот уже послевоенные годы, когда уже был большой оборот оружия в стране, то есть практически в каждом дворе у каждого гражданина имелось оружие, которое, соответственно, никем не контролировалось. И в 1969 году приказом МВД СССР было при Министерстве внутренних дел организован четвертый отдел, на который возложили функции по контролю за оборотом оружия. Ну вот и с той поры, с 1969 года, пошел уже официальный отсчет с подразделением лицензионно-разрешительной работы. Задачи у нас остались все те же, то есть контроль, вы сами сказали уже, контроль за оборотом оружия, контроль за деятельностью подразделений частных охранных организаций. Единственное новшество, которое произошло у нас в 2016 году, при переходе в Росгвардию, нам придали подразделение государственного контроля по обеспечению за объектами топливно-энергетического комплекса. То есть они теперь, вот это подразделение входит в состав лицензионно-разрешительной работы и называется Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Андрей Владимирович, а то, что касается нашего региона, как развивалась Ваша служба в Хакасии? Долго искали, поднимали архивные документы, ну и думаю будет правильным считать с момента введения в Хакасского обл. исполкома первого разрешителя, ну то есть мы вот исчисляем дату, то есть назначение первого разрешителя и считаем от нее отчет именно вот Хакасской лицензионно-разрешительной системы. То есть с 27 ноября 1975 года был на эту должность назначен Ловчидис Василий Иванович, который был основателем этого подразделения. Если говорить о дне сегодняшнем, в рамках нашего региона с каким объемом ежедневно сталкиваются Ваши сотрудники? Ну на сегодняшний день у нас порядка 15 тысяч владельцев, которые в пользовании имеют около 26 тысяч различного оружия. Также у нас мы контролируем 53 оружейные комнаты у различных юридических лиц, которые занимаются, ну имеют в пользовании боевое ручное оружие, служебное оружие. Это вот частные охранные организации, ведомственные охраны, магазины по торговле оружием. То есть вот эти вот объекты, они у нас как бы на сегодняшний день есть. Также есть у нас функция по контролю за детективами частными. Таких граждан у нас 5 в Хакасии, они трудятся, работают. В связи с переходом в Росгвардию у нас практически нагрузка ложится по проверке владельцев, ложится на сотрудников подразделения начинательной работы. Задача непростая, потому что в обязанности граждан не входит нас информировать о своих перемещениях. Четко прописана задача, когда при изменении места жительства, места регистрации, гражданин должен уведомить и соответственно прийти в разрешительную систему. А о смене, уезде в командировку, ну соответственно никто никого не информирует и у нас с этим возникают большие проблемы. Мы не можем по сути ощутить контроль, понятно человек находится в другом регионе или за пределами даже страны, не можем ощутить контроль. А это налагает определенные сложности в работе по контролю за оборотом оружия. То, что касается контроля за оборотом частных охранных организаций и подразделений ведомственной охраны, ну тут как бы все более попроще. В плане того, что оружейная комната находится на территории, ответственные лица всегда на месте. Ну там есть свои технические там сложности, ну с которыми мы в принципе успешно справляемся. А много ли нарушений вы выявляете в ходе проверки владельцев оружия и частных охранных предприятий? Да, нарушения выявляются, они присутствуют. Нарушения вот если брать у граждан, то совсем недавно у нас был случай такой не очень понятный с точки зрения логики. Гражданин, имея 6 единиц оружия, самостоятельно решил их утилизировать методом сжигания в своей домашней печи. И после этого, никого уведомляя, ну опять же это все с его слов, выдвинулся на реку Енисей и где-то там утопил. Ну вот сейчас до сих пор проводим разбирательство там и подключились оперативные сотрудники. Ну действия гражданина никак не складываются в логическом объяснении. Ну приди там, есть возможность продать оружие, есть возможность это оружие там сдать на утилизацию. Гражданин как-то это все вот принял самостоятельное решение в разрез с законодательными актами. Ну вот сейчас проводится проверка, там дальше будем уже там смотреть, там может быть какие-то будут процессуальные действия в отношении него приняты. А так все основные нарушения и характеристики вот этих нарушений, ну это скорее всего личная недисциплинированность. Гражданин там с охоты пришел, в угол поставил, забыл убрать сейф, либо как у нас сейчас это часто бывает, забыл продлить, обратиться за продлением решительных документов. Хотя возможности сейчас государственные услуги можно без прихода к нам практически подать заявление. Ну почему-то граждане в меру своей забывчивости, я не знаю, этим не пользуются. А то что касается работы ЧОПов, какие чаще всего нарушения вы выявляете? В рабочих частных охранных организациях это самые распространенные нарушения, это отсутствие у охранника несущего службу, отсутствие удостоверения, которое удостоверяет личность и которая является документом, подтверждающим право на занятие этим видом деятельности. Личных карточек это вот то, что касается, я еще раз подчеркиваю, это самих охранников. В предприятиях таких как бы нарушений нет, там учет более жесткий, лица более ответственные, поэтому там серьезных таких каких-то нарушений практически нет. А часто ли вам приходится, может быть, изымать незаконное оружие? Бывает ли, что в ходе вот таких рейдов вы обнаруживаете незаконное оружие? Незаконное оружие практически, ну, нами, сотрудниками лица нарушительной работы, выявляется очень редко, ну, потому что мы больше нацелены на оружие, которое находится в законном обороте, вот, соответственно, ну, понятно, гражданин в сейфе не будет рядом с законным оружием хранить незаконное. Этим больше занимаются природоохранные организации, сотрудники оперативных подразделений, они это выявляют, соответственно, ну, то, что касается незаконного оборота. Кстати, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, мы рассказывали о возможности граждан сдать такое незаконное оружие и получить за это даже денежную компенсацию. Сегодняшний день это среди жителей Хакасии популярно, по-прежнему приходят, сдают оружие. Да, на сегодняшний день у нас, вот, если даже брать уже этот год, три гражданина обратились в органы внутренних дел, ну, то есть, соответственно, сдали незаконное хранящее оружие и вот сейчас там решают, один, по-моему, получил уже деньги. Поэтому программа эта работает, она никуда не делась с прошлого года. Суммы там увеличились за добровольную сдачу, они есть на сайте, есть на сайте Росгвардии, на сайте правительства. Вот вся эта информация, то, что касается добровольной сдачи, она вся есть в свободном доступе, ее легко можно найти и посмотреть. Андрей Владимирович, а в целом, какие виды услуг оказывает подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии? Подразделение лицензионно-разрешительной работы оказывает очень большой спектр, то есть, 29 государственных услуг. Это все касается именно оборота оружия, это и продление, выдача, выдача отдельных видов, ввоз, вывоз оружия за пределы Российской Федерации, выдача документов на торговлю, на экспонирование, на коллекционер, то есть, там, на каждый вид, и вот это 29 государственных услуг. Все эти услуги практически есть на сайтах, на госуслугах, то есть, гражданин может, или там, юридическое лицо может зайти на сайт госуслуг и без проблем, там, все это подать заявление на тот или иной вид деятельности. Андрей Владимирович, еще такой вопрос у меня возник. Совсем скоро, буквально через месяц, в соседнем Красноярске будет проходить универсиада. Это значимое мероприятие как-то на вашу работу повлияло? Да, такое мероприятие будет действительно проходить. Законодательными актами вводится, хотел бы напомнить гражданам, вводится ряд ограничений на перемещение с оружием. То есть, запрещен будет оборот оружия на территории Красноярского края вблизи спортивных объектов. Граждане, которые будут перемещаться транзитом даже на самолетах, то есть, у них оружие там будет изыматься и оборот его будет ограничиваться. То, что касается нас, здесь Абакан, думаю, что это не секрет. Аэропорт Абакан назначен резервным пунктом для посадки самолетов в случае непредвиденных обстоятельств на территории Красноярска. Поэтому здесь, возможно, мы будем заниматься какими-то процедурами именно вот ввоза и потом вывоза из этого. То есть, если здесь они будут проходить иностранные граждане, прибывающие на соревнования, то мы будем вдавать разрешительные документы на ввоз, на вывоз. Андрей Владимирович, у нас остается еще немного времени. В коммун профессиональной даты есть ли какие-то слова для ваших коллег? Да, конечно, дата знаменательная, круглая, 50 лет. Хотелось бы от лица руководства управления Росгвардии, от себя лично поздравить всех сотрудников с 50-летием. Уважаемые сотрудники и ветераны подразделения лично-нарушительной работы, хочу поздравить вас с 50-й годовщиной образования подразделения лично-нарушительной работы. Пожелать вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть в ваших семьях царит мир, добро и согласие. Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой. Энергия неиссякаемая, одни светлыми и радостными. И главное, чтобы вы оставались всегда верными нашему делу. Андрей Владимирович, с наступающим профессиональным вас праздником и спасибо за эту беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра.